Добрый день, с вами Алексей Осипенко и Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо, черный пояс, третий дан. Добрый день, с вами Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо. Добрый день, с вами Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо. Он помогает побеждать свои страхи, быть более четкой, быть уверенной в себе. Добрый день, с вами Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо. Здравствуйте, меня зовут Руслан Семаев, мне 13 лет. Я занимаюсь тэквондо, потому что мне это нравится, мне помогают учеты, это все, и общение с ребятами. Добрый день, с вами Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо, черный пояс, третий дан. Я его начинающий ученик, сейчас мы покажем некоторую серию, которая посвящена разбиванию предметов. Смысл в том, что для того, чтобы в целом поддерживать себя в форме, иметь хорошую энергетику и постоянно достигать результата, нужно себя напрягать, тренировать. Поэтому мы занимаемся тэквондо, приглашаем вас, конечно же, и сейчас вот за прошлые 3-4 месяца я покажу, чему я научился у очень крутого тренера. Вот, это доска, как думали, корейцы, это самая сложная доска для разбивания. Она сборная, но оба четвертая. Сейчас я буду показывать и объясню принцип разбивания. Видите, она не очень легкая. Для удара насквозь, через доску или через предмет, нужно придерживаться принципу позиции победителя. Бить нужно всегда за предмет. Тогда он разбивается. Кирпич или доска или вот такая нащечка. Сейчас удар посложнее, потому что сверху нет опоры. Нужно наносить очень резко и очень акцентированно. Так, а сейчас удары ногами. Казалось бы, ноги бьют намного сильнее, чем в руки, но сама стопа, она не складывается в кулак, поэтому нужно правильно направлять удар ноги, а то поломаешь пальцы. Не надо. Сейчас мы сделали это, но мы посмотрим. Итак, первый удар. Сейчас мы двигаем. Разбивание в прерыв. Но советую никогда не использовать в жизни. Мне тоже желают никогда не использовать в жизни. Это опасный удар. Ну да, может быть так. Получалось. Но эти удары простые. Сейчас удар фору я сделаю. Он посложнее, требует лучше растяжки. И мне уже не очень легко его делать, но все равно получается. Да. И последний удар. Это из серии, в Дэквондо, из серии ударов, посвященная борьбе со всадниками. Ну, сейчас в современном мире это уже не надо. То есть удары наносятся намного выше, чем рост человека. Чтобы сбить человека, того, кто на лошади. Примерно две головы над тем, кто бьется. Подай. Да. Ну все, с вами Алексей Искент. Алексей Иванович. Наш титуловный тренер. Добро пожаловать в наш клуб Дэквондо. Ведитесь. Телефон будет написан снизу вот здесь. На камеру. Продолжение следует.